Это GeoID CS600, двухдиапазонный датчик скорости и каденса. Поставляется вот в такой маленькой коробочке. И сейчас давайте его будем подключать. Внутри у нас небольшая инструкция. Сам датчик. Вот такой компактненький. И вот тут не нужны отвертки, не надо ничего, чтобы его вскрыть. И, конечно же, подставочки и резинка. Они двух размеров. Одна идет на втулку, другая на шатун. А здесь такая вот резиночка. Итак, давайте с ним разбираться. Здесь, внимание, вот она. Такая вот пакетик. Я опять не могу узнать батарейку 2032. Она мне почему-то все время кажется больше. Теперь мне нужно, я его буду ставить как датчик скорости. И мне нужно, судя по инструкции, включить зеленую лампочку. Здесь у нас вот такая перемычка. Она не зеркальная. Поэтому вопросы. И с этой стороны тоже одна. Берем гармин. И пробуем его сюда добавлять. Вот он нашелся. Скорость. Добавить. Данные датчика. Размер колеса. Давай вручную. Я по табличке посмотрел. У меня 2200. Это 700 на 40. О системе. В описании датчика не вижу ничего общего с данными на коробке. Он ли вообще это? Это у меня КСОС. Это само собой разумеется. Это отдельный бренд. Пульсометр. Декатлоновский суббренд. Что-то не припоминаю название. Их сейчас нету. Комбик в активном поиске. Он их помнит, но не может найти. Что и логично. Никаких упоминаний. Ничего не сходится. Серийный номер. Ну, серийный номер. Вот он. А здесь мне показывает какой-то 74 в конце. 574, а здесь 332. Вот еще какой-то номер, но это вообще-то что-то другое. Сзади на корпусе вот пометка. Этот якобы Unlock, а это Lock. Вот он, указатель. Вот я поворачиваю и его запираю. Но все равно не пойму, где индикация. Он должен быть красный и зеленый. О чем вот таки написано. Где тут хоть какой-то намек на индикацию? Может, в процессе езды он пойдет? Но... Ладно, он как бы подключился уже хорошо. Да, ну вот оно. Все, это он. Вот он. Что, не нравится ему? Да, он работает только в круговой. О-о-о-о, пошло-пошло. Все отлично. Видать, чует, что что-то не так. Посмотрим. Он должен оборачиваться вокруг себя. На то, что я только... Ну вот, как бы вроде бы держит. Да, пальцы все-таки по чуть-чуть устают. Концентрация теряется. И он... Скорость падает. Да-да-да, это оно. Все, отлично. А если делать вот так? То через время, да, у него внутренние датчики понимают, что что-то не то. Он должен оборачиваться. Отлично. Все рабочее. Ну а дальше мы берем вот эту вот проставочку. Она здесь садится довольно жестко в паз. Вот этими вот я пользоваться больше не буду. И на втулку намотаю его обычной черной изолентой. Просто у меня был уже случай. Я терял. У меня лопалась резинка на шатуне. И с тех пор я довольно-таки добротно приматываю их и к шатану, и к втулке обычной изолентой. Ну а теперь мы займемся его установкой. У меня процесс немножко усложняется тем, что здесь стоит еще и динамо-втулка. Наверное, колесо снимать не буду. Так поставлю. Хотя со снятым колесом было бы быстрее. Чуть-чуть вытираем пыль. Если у него ушки, то есть он должен быть, да, вот как-то так. С небольшим запасом, чтобы сразу зафиксировать его на втулке. И погнали мотать. На обычной втулке гораздо это проще делается. Выскочить он не сможет, потому что он приклеен. Он приклеен к изоленте, а изолента приклеена к втулке. В общем-то, вот так вот сойдет. На выходе у нас получается вот такая вот незамысловатая конструкция. Не знаю, насколько здесь можно увидеть, но датчик вот он. Это задняя втулка. Впереди не получилось нормально, чтобы он у меня работал. Первый выезд, и он просто сходил с ума. Особенно это проявлялось на скоростях где-то до 10 километров. Мы довольно долго ехали, очень такой неприятный, потрепанный, грунтовый участок. Скорость была низкая, и он мне показывал, ну, в основном, нули. Датчик сходит с ума у меня. Датчик скорости, который вчера поставил. Вон он, пауза, плей, пауза, плей. То ноль, то не ноль. Туда-сюда, туда-сюда. На скорости до 20, по-моему, это случается часто. Вон он, плейб. Все, пилика не тогда. Потом включается, выключается. Также наблюдал и на скоростях повыше. Периодически. То 35, тут резко 45. Опять 35, 25. Первая мысль была снять его и поменять местами с датчиком каденса. Там КСОС. Это более известный, уже проверенный бренд. А вторая мысль это то, что бросите это все, потому что это некачественный китаец. Но потом я подумал, подумал, вспомнил, как я его крутил в руках. И он меня, вращаясь вокруг себя, показывал скорость. Стоило немножко отвлечься от круговой траектории, он тут же показывал нули. Поэтому предположил, что проблема в динамо втулке. Она нестандартной формы, поэтому датчик немного не понимает, что происходит. У него слишком большая окружность получается. Так и получилось. С тех пор намотал больше 100 километров и как бы с датчиком проблем больше не было. Поэтому мой вердикт, GeoID это нормальный бренд. К тому же где-то вычитал, что это суббренд небезызвестного Magin. На этом все. Всем спасибо. Если видео понравилось, обязательно поставь палец вверх. Если что-то непонятно, да и просто так напиши комментарий. Это помогает продвигать видео. Не забудь проверить подписку на канал. Ну и все. Всем пока.